Дневной разворот Дискуссионная площадка была организована на тему архитектуры и общественного пространства Кирова. Много там, кто побывал из известных жителей нашего города, общественники, активисты, представители строительной сферы. Мы можем обозначить толчком к чему идет эта встреча. И поэтому мы во втором части соберем участников со стороны общественности и специалистов. Светлана Занькова, как один из участников, уже здесь. И второй участник здесь. Иван Губин, директор Политехнического института Авиатского госуниверситета. Добрый день. Мы попросили Ивана Владимировича остаться немножко на следующий час, но еще присоединяться коллеги. Да. Но еще наши гости. Да. А в первом части мы будем говорить о том, как идет подготовка к открытию Кванториума в Кирово-Чепецке, как идет процесс строительства, запуска, набора персонала, к чему стремимся. Достаточно ли финансирования, вовремя ли поступают деньги, успеем ли открыться. Но вот, кстати говоря, что касается персонала, уже начали до эфира говорить с Еленой Михайловной Савиной, главой Кирово-Чепецка, которая сейчас в студии. Елена Михайловна, добрый день. Добрый день. И Юлией Владимировной Шумиловой, заместителем директора многофункционального ресурсного центра города Кирово-Чепецка. Юлия Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Как интересно, насчет персонала, который нужно, безусловно, готовить, подбирать очень тщательно людей, которые будут работать в Кванториуме. Вопрос был от Ивана Губина, есть ли сложности с этим, потому что совершенно новая история, которая требует особых подходов и подготовки. И Елена Михайловна сказала, что проблем нет. Ну, особых проблем нет. Я, в принципе, на это была ориентирована с самого начала, потому что сама, как выпускница политехнического института, понимала, что город Кирово-Чепецк, как промышленный город, насыщен профессионалами в этом направлении и которым интересно все новое. В принципе, так и получилось. Мы сейчас сформировали команду для обучения в Сколково, будущих преподавателей и наставников данного детского технопарка. И люди приходили и с большим опытом, и начинающие, и преподаватели школ. Основное было, почему приходите, интересно. Вообще интересен формат данного образовательного учреждения, потому что он рассматривается своего рода даже стартап для будущих инженеров и, может быть, предпринимателей. Насыщенность оборудованием, которое предполагается. Поэтому, в принципе, я считаю, что мы достаточно хорошо с Юлией Владимировной и коллегами поработали в этом направлении. На настоящее время они проходят анкетирование и дальше поедут на обучение в Сколково. Сколько человек в команде, которые поедут на обучение? Ну, сейчас у нас порядка 30 человек прошли отбор наш. Далее... А сколько претендентов было? Более 30. Более 30. Я даже думаю, что более 45 в ходе у нас собеседования некоторые отказывались, потому что понимали, что придется самосовершенствоваться в этом направлении. Новые компетенции. Да, некоторых не устраивал формат работы в определенной мере. Но есть еще и интересанты, и мы будем выходить и в тот же наш опорный вуз, предлагать выпускникам, потому что здесь необходимо сформировать разновозрастную команду прежде всего. И, в общем-то, чтобы смотреть в перспективу, нам нужны молодые преподаватели тоже. Я вот поясню, почему начала именно с этого вопроса, а не с документов, с финансирования и так далее. Потому что мы понимаем, что образовательные учреждения при всех сложностях, которые возникают в любом, неважно, учреждении, бизнесе, в процессе, когда дело идет о документах, бюрократии или деньгах, например, все-таки в образовательном учреждении человеческий фактор самый главный. Кадры. Да, поэтому с этого вопроса мы и начали. И для того, чтобы представлять, а кто эти люди, которые будут встречать школьников в Кванториуме, школьников и студентов. А кто, кроме еще преподавателей, хотел попасть в эту команду? Ну, во-первых... Представители каких профессий? Конструкторы, которые работают у нас на электромашиностроительных предприятиях. Дизайнеры с наших мебельных производств хотят попасть в эту команду. Паркетологи, менеджеры, различные инженеры. И вот мы через команду переходим к тому, что, собственно, будет в этом Кванториуме, чем он будет заниматься, как он будет устроен. Как, Иван, Вы сказали, какие у Вас что? Какие кванты? Какие кванты? Слово до сих пор непривычное узкому уху. Я немножко поправлю. Квантумы. В Кирово-Чепецком детском технопарке предполагается работа трех квантумов. Это робо-квантум, IT-квантум и промышленный дизайн. Конечно же, предполагаются различные зоны общего пользования. Это хай-тек зона, это специализированное оборудование, которое представлено высокотехнологичным оборудованием, станками, лазерным оборудованием. И аддитивными различными технологиями. Что такое аддитивные? Это различные 3D принтеры, сканеры, то есть различное вот это оборудование 3D. У нас 3D принтеры, по-моему, только есть в опорном ВУЗе. Да нет, есть уже, да? Есть, наверное, уже и в школах, наверное, у вас тоже есть, но в Кирово-Чепецке есть. А, в Кирово-Чепецке есть. То есть этими площадками смогут пользоваться ребята из трех вот этих квантумов, нет? Да. Он как-то будет объединяющий. Да, все правильно вы сказали. Это даже называют сердце кванториума, где уже будет реализация их проектов. То есть что-то они смоделировали, изобрели, спрототипировали на местах в своих квантумах, спрограммировали. И когда уже придут они в хай-тек с своими проектами, там можно будет реализовать. То есть исполнить свой проект уже именно с помощью вот этого оборудования. Непосредственная производственная площадка уже, да? Да, и, естественно, презентация своего проекта. Тоже предполагаются такие площадки для проектной деятельности. Они будут как внутри предполагаются, так и на площадке, как бы на улице. И вот эта вся история, о которой мы сейчас рассказываем нашим слушателям, чтобы они понимали, что за дело такое затея на кванториум, она, давайте сразу обозначим тоже, примерно уже представили, кто там будет работать, чем там будут заниматься ребята, а это и школьники, и студенты, я так понимаю, да? Да, с 7 до 18 лет, но мы предполагаем и более старший возраст. Ну, молодые люди, молодые люди, наше будущее. И сразу вопрос, все-таки технопарк, кванториум, он действует как какое-то учреждение дополнительного образования? Это занятость детей в неурочное время, или это куда-то вплетается в какую-то вузовскую систему? На каком основании действует кванториум? Ну, безусловно, по формальным признакам это учреждение дополнительного образования, регламентироваться оно будет соответствующими документами. Но для Кирова-Чепецка это, в принципе, скажем, первый шаг к непрерывному инженерному образованию. Начиная от дошкольного возраста, и, надеюсь, до пенсионного возраста, и, может быть, старшее поколение, когда университет третьего возраста, это тоже будет, в принципе, в продолжении. Идея создания детского технопарка в Кирово-Чепецке возникла при защите концепции развития Кирово-Чепецка как моногорода. Вот, здесь мы прервемся на полминуты и перейдем к этой информации. Елена Савина, глава Кирово-Чепецка, Юлия Шумилова, заместитель директора многофункционального ресурсного центра города Кирово-Чепецке, Иван Губин, директор политехнического института ВИАДГУ у нас в студии сейчас, и мы говорим о том, как идет подготовка к открытию технопарка «Кванториум» в Кирово-Чепецке. Ну, надо сказать, когда планируется открытие сразу. Вот, да, ты думаешь? Прямо сразу? Ну, первоначально анонсируют, что это будет осень этого года. Да, мы планируем, что это будет середина октября, и откроем эту площадку. Нужно сказать, что это только начало. Те «Квантумы», которые озвучила Юлия, наши предприятия заинтересованы в расширении технопарка, и в перспективе мы планируем, по крайней мере, открытие нейроквантума, потому что на территории Кирово-Чепецка работает уникальное предприятие, специальное конструкторское бюро медицинской тематики, которое изготавливает сердечные клапаны для лео-бакерия. Итак, мы остановились на том, что вообще сама концепция технопарка, она была частью составной концепции развития как моногорода Кирово-Чепецка. Да, и раз уж привязались к датам, то решение о том, что «Кванториум» появится в Кирово-Чепецке возникло в октябре 2017 года, то есть с момента принятия решения до его открытия Кирово-Чепецку был дан один год, да? Да. А изначально планировалось открыть один «Кванториум» в Амутнинске, но потом быстро было принято достаточно решение, что их будет два, и вот в Кирово-Чепецке появилась такая возможность. Ну да, решили, что так как сеть региональных технопарков в принципе должна развиваться в каждом регионе, и учитывая все-таки то, что город Кирово-Чепецк промышленный город, достаточно близок к региональному центру, потенциал очень высокий, вот решили, что все-таки это будет работать с сетью, с Амутнинском, и нам легче будет реализовывать некоторые идеи. И кроме того, это то, что при разработке концепции развития Кирово-Чепецка как моногорода все, практически 99% работодателей, ставили вопрос как раз о подготовке инженеров и высококвалифицированных рабочих кадров. И как раз на августовской конференции, которая проходила в августе, где Иван тоже принимал участие, мы, в общем-то, сказали о необходимости создания системы непрерывного инженерного образования внутри города. Безусловно, что здесь будут использоваться различные технологии, дистант и непосредственно работы с опорным вузом. Но, тем не менее, нужно сориентировать детей на то, что инженерное образование — это круто в современном мире, и именно специалист и инженер может быть востребован везде. Собственно говоря, инженерное образование, которое я получила на факультете автоматики и вычислительной техники нашего Кировского политехнического института, научило меня структурировать, работать в условиях ограничений и находить компромиссы. То, что сейчас как раз является тремя китами инженерного мышления, скажем так. И не только, наверное, инженерного мышления. Мы возвращаемся к профессиям будущего, которые в 30-м году заменят настоящее. Это одни из трёх важнейших компетенций, пожалуй, во всех абсолютно профессиях, в том числе и гуманитарной направленности. Да. И поэтому было принято решение, что кванториум — это будет первый шаг. Мы думаем, что мы на этом не остановимся, но это уже тема, наверное, для других передач. Слушайте, а давайте коротенько вот так обрисуем человеческий путь. Ребёнок, вы сказали, с 7 лет можно будет ходить в кванториум. Итак, в 7 лет он пошёл заниматься в кванториум. Чем? И как он растёт дальше? Опишите этот путь, чтобы было понятно. Ну, у меня, как, в принципе, у человека-специалиста, наверное, в этой области и человека, который достаточно долго возглавлял образовательное учреждение, видение, что всё-таки кванториум — это будет уже для детей, достигших определённого уровня. Поэтому мы сейчас говорим... Есть некий отбор будет. Это человек, который будет готов к реализации своих проектов. В принципе, детский технопарк знаменит ещё тем, например, в Калининграде была изобретена запасная часть для самолётов, которая сейчас используется на 14 заводах России. Поэтому задача — это, в принципе, воспитать в ребёнке, что он может всё. Если он захочет, достигнет определённых знаний, умений, навыков, то он может, в принципе, определить свою будущую работу, профессию, он может создать своё предприятие. Поэтому мы понимаем, что 400 мест, которые у нас запланированы в технопарке, они не охватят тот спектр всех наших образовательных учреждений. И поэтому мы создаём вообще систему инженерного образования в городе Кирово-Чепецке, которая начинается в детском саду и заканчивается, я думаю, что подготовка инженеров будет в этом направлении. Поэтому ребёнок, который приходит к инженерному образованию, он, в принципе, должен начинать с моделирования. То есть как учат в детском саду различать форму, цвет, так и, в принципе, структуру тоже должны учить в детском саду. Иван Владимирович, сейчас подключим. Тоже инженерное мышление и образование Вы имеете, Иван Владимирович, возглавляете паритехнический институт. Не рано или с 7 лет? Нет, вполне нормально. Учить проектные деятельности. У ребёнка позыв к творчеству формируется гораздо раньше. И любопытство по отношению к окружающему миру, как он устроен, как он устроен с точки зрения технического, физической составляющей, проявляется в 5-4 года. У меня дочке 6 лет, она уже достаточно довольна задаёт вопросов, как работает холодильник, как устроен принцип работы электричества, как передаёт сигналы. Вопрос задаёт такие совершенно неожиданные, технического характера. И слушает внимательно, выникает. Иногда сложно бывает объяснить, но тем не менее. Она занимается уже, входит в кружок конструирования в детском саду, поэтому нет, вполне нормально. И правильно совершенно, Елена говорит, что технопарк – это будет такой центр притяжения для талантливых детей. Система отбора, она существует, система дополнительного образования детей, в том числе инженерной направленности. Она не существует как система, как разрозненные элементы. Да, Кванториум, я очень надеюсь, что позволит как раз объединить эти все существующие элементы вокруг высокотехнологичного такого центра. Если будут, я уверен, что коллегам удастся подготовить тех людей, которые будут с горящими глазами предлагать, помогать детям реализовывать интересные проекты, то это станет точкой развития инженерного образования в Кирово-Чепетске. ВОЗ является партнером этого проекта. На каких этапах ваши сотрудники будут подключаться к этому проекту? Ну, сейчас в первую очередь речь идет о кадровом обеспечении. И будем смотреть ребят, выпускников этого года, преимущественно те, кто проживает в Кирово-Чепетске, для того, чтобы они могли стать участниками в качестве специалистов каких-то, не знаю, модераторов. Выпускники политехом имеем в виду? ВУЗа опорного, да. Да, конечно, университеты, да. Политеха, институтов много, и, я думаю, речь идет даже, может быть, больше о выпускниках института педагогического, потому что нужно определенные навыки работы с детьми тоже иметь. Сложно, на самом деле, что это за выпускник должен быть, который сегодня в состоянии работать в кванториуме. Это педагог больше, либо это больше проектировщик какой-то... Ну, вот тут мы как раз и говорим, что это человек универсальных компетенций должен. Да, здесь скорее всего... Надо, наверное, срочно вводить какую-то психолого-педагогическую составляющую у инженеров таких же. Уже все вводится, мне кажется, жизнь заставляет. Нет, это все чудно, но вот всему научить одного человека невозможно при всем желании. Объем знаний растет по экспоненте. Здесь скорее будет, в первую очередь, ориентация на мотивацию ребенка. Если это инженер, который очень мотивирован для того, стать участником этого большого серьезного проекта, то ему нужно параллельно с, собственно, работой получать педагогические компетенции, дополнительно, которые необходимы ему для работы с детьми. Если это педагог, то его нужно посвящать в инженерные проекты, как они строятся, какие технологии используются, то есть давать ему хотя бы базовое техническое образование. Еще раз, все будет зависеть от мотивации, от личного желания детей. Потому что, я имею в виду детей и выпускников наших. Потому что дети, с которыми придется работать, они очень чутко реагируют на... То есть они чувствуют фальшь и ложь. Если человек пришел для того, чтобы... Неплохое место работы, то дети это будут чувствовать, и мы будем детей терять. Но ведь еще Кванториум должен будет показывать результаты. Это же не какое-то учреждение ради учреждения и галочки. Непрерывное инженерное образование предполагает, что будут выпускаться уже люди, которые работают, учатся в Кванториуме. Это люди тех компетенций, которые будут выдавать результат первыми. В общем, как-то принято говорить количество на качественные показатели еще. Эти задачи как-то уже сейчас сформулированы, они общие для всех, или они будут формулироваться в течение года? Сейчас на данном этапе уже, конечно, такие задачи есть. И образовательные программы у нас формируются уже сейчас. И, конечно, результатом нашей работы и работы, конечно, детей, это должны быть реальные проекты. Это, во-первых. Мы сейчас работаем с предприятиями, которые заинтересованы в данном направлении в нашем городе и в развитии инженерного образования в том числе. И мы ждем реальных задач еще из предприятий, то есть на какие идеи, какие проекты были бы интересны нашим партнерам. Ну и, конечно, есть показатели. У нас не только будут, например, если мы говорим про робототехнику образовательную, у нас будет и соревновательная робототехника, где предполагается участие в различных чемпионатах, конкурсах, соревнованиях и, естественно, различного уровня, в том числе и всероссийского, международного. Как раз вот сейчас Елена Михайловна сказала, что уже этапы определенные сделаны у нас. И вот сейчас у нас на согласовании находятся инфраструктурные листы, в которых как раз говорено то оборудование, которое будет приобретаться в Кванториум. И это оборудование, оно действительно очень высокого уровня, с которым мы можем заявлять наших ребят на всероссийский уровень. — Вот сейчас как раз перейдем к вопросам технического порядка. — Материно-технической базы, да. — Материно-технической базы. Но вот перед тем, как уйдем на короткий перерыв, как раз им нужно ссылаться на слова Юлии Владимировны о том, что заявлялись, вот мы с этого начали, да, кто, собственно, будет сотрудниками этого центра, кто будет работать с детьми. И когда заявляются инженеры и сотрудники предприятий, сами идут туда, да, вот это, наверное, показательно, что они будут брать за руку и везти, и, может быть, доведут до своего же предприятия, выращивая инженеров, топ-менеджеров, конструкторов и прочее. Это очень важно. Для меня, как для родителя, это действительно такая была бы уникальная возможность, если бы моя Соня задавала такие вопросы, как у Ивана Губина, там, а как работает холодильник или стиральная машина, чего она не делает. Да, вот хорошо бы какой-то гуманитарный Кванториум ещё тоже открыли по социальным связям, например. Он есть, это ВГГ называется. А мы там есть уже, да, хорошо. Ну вот, и поэтому, конечно же, для родителей, у которых дети обладают таким вот типом мышления, это великолепная совершенно возможность своего ребёнку дать вот этот мир, в котором он будет чувствовать себя как рыба в воде и развиваться естественным путём, да, а не через какие-то формальные, например, уроки, как называется сейчас, проектной деятельности. Вот они введены в школах уроки проектной деятельности. Что это такое, где это, к чему это относится? Родители часто не понимают и всё пускают на самотёк. Вот здесь будет другая история, я надеюсь. И только вот перерывом хочу задать вопрос. Всё-таки только для ребят, которые проживают в Кирово-Чепецке, будет доступен Кванториум? Нет, абсолютно нет. Мы будем приглашать и из других районов к нам участвовать в работе Кванториума. Они могут, это будет открытая форма заявления в интернете, на сайте. То есть, пожалуйста, может любой желающий к нам приехать и обучаться. Семь дней в неделю работать будет? Да. Семь дней в неделю, то есть выходные дни, вечерние, полная зароска. Это будет, так как это всё-таки, мы говорим про дополнительное образование, это занятие будет после трёх, это внеучебное, внеурочное время. И, соответственно, то есть, да, семь дней мы будем заниматься. Но ещё вдогонку вопрос, в чём подчинение будет находиться Кванториум? Это всё-таки областной уровень, районный уровень? На данный момент это муниципальное учреждение будет. Но, тем не менее, у нас есть региональный оператор, это Центр детского творчества областной, который находится на Пролетарской 50-е. И мы будем тесно сотрудничать с Министерством образования Кировской области. Благодарны региону за то, что они подписали заявку, смогли нам дать возможность региону участвовать в этом интересном проекте. Ну что, перерыв небольшой, на полторы минуты. И вот перейдём, как Володя сказал, к обсуждению готовности материально-технической базы Кванториума. Продолжаем наш разговор. Ещё раз напомню, кто у нас в гостях. Елена Савина, глава города Кирово-Чепецка. Зам. директора Многофункционального ресурсного центра Кирово-Чепецкого. Юлия Шумилова и Иван Губин. Директора Политехнического института Советского госуниверситета. Время бежит. Мы тут немножко про историю поговорили. Как это в советское время всё было организовано. Это в перерыве было. Дома до творчества юных. У нас пока нет такой возможности, как у московских коллег, транслировать то, что мы говорим в перерыве на YouTube. Просто я Елену Михайловну задал вопрос о том, а ждут ли появление непосредственно жителей Кирово-Чепецка. Она сказала, что среди чепчан очень много взрослых людей, у которых сейчас дети, которые прошли эту советскую школу технического творчества, они понимают, о чём идёт речь. И, в общем-то, внимание этому уделяют большое. Поэтому мы думаем, что будут семейные проекты, потому что родители спрашивают, а могут ли они поучаствовать как раз на этой площадке и воплотить свои проекты. Почему нет? Итак, материально-техническая база. Мы ещё не рассказали, где, собственно, появится этот кванториум. Адрес, сколько денег выделено, закупка оборудования, какая предполагается. Вот давайте обо всём поговорим об этом. Лермонтово, переулок Лермонтово, 3А. Да, совершенно верно. Бывшее здание детского сада номер 8 когда-то было. Потом в этом здании размещалась вечерняя школа и методический кабинет. А в настоящее время с сентября он был законсервирован и, в принципе, находится в так называемом микрорайоне Черёмышки. И, между прочим, школа, которая находится в непосредственной близости, просто потирают руки о том, что у них появится новая площадка для внеурочной деятельности. А это какое-то центральное место или не слишком центральное? Есть ли туда маршруты общественного транспорта, чтобы добраться? Это очень хорошая транспортная развязка. Он несколько не на трассе находится, но это шаговая доступность от остановок. Да и вообще город Кирово-Чепецк очень маленький город, компактный. И поэтому у нас, в принципе, всё близко. Но территориально это практически центр города Кирово-Чепецка. В настоящее время заканчивается проектирование, реконструкция данного здания. Мы ждём итоговые проекты, сколько необходимо будет средств на реконструкцию этого здания. Эти средства будут практически все выделены из муниципального бюджета с привлечением средств спонсоров, которые заинтересованы как раз в создании и функционировании данного детского технопарка. Кроме того, Юрия Владимировна говорила о том, что у нас заканчивается согласование инфраструктурных листов. Это листы, содержащие список оборудования по квантуумам и по общим зонам. В принципе, в кванториуме ещё предполагается наличие каворкингов. Это в плане гуманитарного образования, потому что в настоящее время не просто необходимо спроектировать и сделать то, что ты спроектировал, но необходимо преподнести, презентовать. Это для меня специально. Нет, это нужно действительно то, что вы сказали над профессиональной коммуникативностью, компетенцией. Это тоже нужно развивать. Будет зона шахмат. Поэтому вот эти все оборудования сейчас согласовываются. Так как это у нас российская сеть, то там есть, в общем-то, определенные требования и к определенному оборудованию. И самое главное – это к дизайну помещений. Поэтому дизайн проекта всех помещений сейчас согласованы у нас с российским оператором. Мы провели пресс-тур для прессы и региональной, и муниципальной, которые посетили данное помещение, посмотрели. В феврале это было, да? Да, и далее у нас уже идет работа как раз по тому, чтобы сейчас все процедурные вопросы в рамках законодательства для приобретения данного оборудования. Но более подробно Юлия Владимировна может прокомментировать. Ремонт внутренний, это внутренняя отделка, внешние тоже работы. Да, да, и предполагается… Как-то по-особенному он будет выглядеть, этот технопарк, своя визитная карточка. Обязательно, обязательно. Елена Михайловна только сказала, что есть требования к дизайну, есть руководство по брендированию, которым мы обязаны руководствоваться. И, естественно, и внутренний, и внешний вид, они будут уникальны и отличаться от других образовательных организаций. Хотелось бы сказать, что внутри, конечно, у нас в каждом квантуме предполагаются свои зоны обучения, и они направлены, естественно, на свои какие-то задачи. Зона обучения и разработки идей, рабочие зоны, зона программирования, конструирования, зона ручного, есть труда, моделирование, прототипирование, электроники, мехатроники и так далее. И, соответственно, чтобы решить задачи и реализовать образовательные программы, данный перечень был составлен и согласован с Москвой. По оборудованию, конечно, хотелось бы сказать, что это, в первую очередь, конечно, это компьютерное оборудование, которое серьезно очень. Конечно же, это различные оборудования, как станки, вот я уже говорила, с числовым программным управлением, лазерное оборудование. Естественно, если это будут паяние, паяльные станции определенные, то тоже со своими требованиями. Верстаки, то есть, вот хотелось бы сказать, хай-тек-цех, это не только такое специализированное оборудование, но дети будут начинать с ручного труда. То есть, всем ручным инструментом они будут учиться сначала работать, а потом уже на различных уже станках с числовым программным управлением. Чтобы жизнь не казалась маслом сразу, да. Еще и руками поработать. Если там говорить о цифрах, то на создание Чапецкого технопарка, это были новости начала года, планируется направить около 60 миллионов рублей. Сюда входят работы по реконструкции, ремонту здания, приобретению оборудования, обучению специалистов, и средства придут из бюджета всех уровней городских предприятий. Вот на первый взгляд, когда мы говорим о цифре 60 миллионов, и говорим о том, что нужно и здание реконструировать, и специалистов обучить, и прекрасное техническое оборудование закупить, цифра не кажется такой большой, 60 миллионов, чтобы там прям, вот правда, несмотря на то, что я не специалист, но уже так из разных тем понимаешь, что это не супер-супер какие деньги. Это значит, что вот сейчас он будет укомплектован для старта, наверное, как каким-то базовым оборудованием, но значит ли это, что оно будет окончательным, или все-таки Кванториум будет развиваться и в ближайшие годы будет привлекать средства, раз мы говорим о партнерах и городских предприятиях, которые, вот вы сказали в начале программы, заинтересованы. То есть по мере необходимости вы планируете закупать в 2019 году, в 2020 как-то. Есть ли такие механизмы? Они позволяют развиваться дальше? Ну, безусловно, что создать уникальное образовательное учреждение и затем не заниматься его развитием, ну, в принципе, по большому счету, это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому, безусловно, я уже говорила о том, что мы не планируем остановиться только на трех Квантумах, ну и, безусловно, обновлять оборудование, потому что я прекрасно понимаю, что даже там два года стояния на одном месте, оно откинет на несколько этапов назад. Поэтому здесь мы планируем эту работу, но ведь если мы говорим о соревновательной робототехнике, о представлении проектов на всероссийском уровне, о проведении каких-то чемпионатов, в том числе и по Junior Skills и World Skills, то здесь необходимо привлечение средств и на расходные материалы. Если мы говорим о 3D-проектипировании, то это достаточно дорогое удовольствие, по большому счету, плюс это поездки, плюс это различное проведение мероприятий для этого. Поэтому в этом направлении мы предполагаем, что не только предприятия будут, хотя мы приглашаем и предприятия города Кирова присоединиться и при формировании тех же кейсов, заданий, потому что сейчас как раз еще будет обсуждаться проект «Школа наставников», потому что это очень важно. Предприятия не понимают, что хочет от него, например, образовательное учреждение в получении заказа, они не умеют формулировать это. И поэтому здесь важно состыковать педагогов и представителей предприятий, чтобы они поняли друг друга и как раз получить результат. Поэтому приглашаем всех, все предприятия города Кирова и региона к сотрудничеству. Но мы предусматриваем то, что, в принципе, развитие инженерного образования, оно, в общем-то, и те же президентские гранты, и вообще грантовая поддержка, она тоже предусматривается на это. Поэтому ставится и такая задача привлечения. И, в принципе, это внедрение в производство и получение тоже определенных средств на развитие. Мы до эфира начинали говорить по этому поводу, вот и с Иваном Губиным тоже. И мы понимаем, что такие предприятия изначально еще до федеральных проектов зародились в крупнейших городах, но прежде всего в Москве, как бизнес-проекты и многоэтажные целые города, по которым дети ходят, и в том числе на экскурсию выходного дня и зарабатывают деньги на это. Не совсем образовательные даже, больше такие научно-популярные деятельностью занимаются. Это, понятное дело, другой формат. И, конечно же, когда речь идет о региональных, даже не центре, о региональном городе, то, наверное, о каких-то заработках речи не идет или идет все-таки? В принципе, я думаю, что идет. Особенно это то, что касается именно дошкольного, раннего школьного образования. Как ни странно, родители почему-то очень много вкладывают деньги именно в дошкольном образовании и затем прекращают. Хотя, в принципе, на мой взгляд, это все-таки должно быть наоборот. Но, может быть, что-то изменится. Кроме того, мы рассматриваем и образовательный туризм в этом плане, поэтому разработка туристических маршрутов мы тоже просматриваем в этом направлении, и семейный туризм. Но в данном случае это будет как элемент семейного туризма, посещение Кванториума и опробирование, может быть, какого-то оборудования в этом направлении. Но, в принципе, нужно сказать, что образовательные учреждения города Кирово-Чепецка имеют очень высококлассный педагогический коллектив. И сотрудничество с тем же Вятско-автомобильно-промышленным колледжем, с опорным вузом позволяет говорить о том, что мы можем зарабатывать деньги и в виде стажировочных площадок. И это востребовано. И сейчас у нас есть заявки на это. — У меня еще один вопрос. Минута буквально остается в связи с недавними трагичными событиями в Кемерово. Я имею в виду меры безопасности. По этой части тоже какие-то требования предъявляются очень серьезные? — Конечно, конечно. То есть у нас на данном этапе... — Все-таки работа с электричеством, с оборудованием, с техникой. — Да, да, да. Это как раз сейчас прорабатывается, и будет выдана соответствующая документ, и проектно-смертная документация, и которая пройдет обязательно государственную экспертизу. Это все, конечно, все будут нормы. Они все будут учтены, естественно. И условия будут созданы для маломобильных групп населения тоже. — И плюс лицензирование, потому что это образовательное учреждение. Нужно сказать, что в связи с тем, что это образовательное учреждение, то всегда пристальное внимание Госпошнадзора и всех остальных надзорных органов. Поэтому это вот то, что осталось за рамками, наверное, обсуждения, но это еще большой пласт работы, который предстоит. — Благодарим наших гостей Елену Савину, главу Кирова-Чепецка, Юлию Шумилову, заместителя директора многофункционального ресурсного центра города Кирова-Чепецка, Ивана Губина в этом часе. Иван с нами остается, директор политехнического института Вятского госуниверситета. Будем следить за тем, как идет подготовка к открытию квантуриума в Кирове-Чепецке. Очень интересный вопрос про программы и про все-таки тех людей, которые будут там встречать ребят и поедут в Сколково, съездят в Сколково. Давайте еще раз соберемся прямо с теми, кто будет работать, и чтобы они поделились эмоциями, знаниями. Благодарим вас. — Спасибо. — Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok